Первой точкой маршрута стала привокзальная площадь. Некоторое время назад поступило обращение от жителей с просьбой убрать бетонные плиты, которые сильно портят облик города. Работа началась около двух недель назад. За это время техника вывезла плиты, была удалена поросль, старые пни, поверхность разровняли. Сейчас работа находится на стадии завершения. Мы сегодня посмотрели бывшую бетонную базу на площадь вокзальной, которую разобрали. И там в ближайшее время планируем немножко завести песка и разровнять эту территорию. Потому что когда въезжаешь в наш любимый Электрогорск, выходишь с электрички и сразу же вид на эти бетонные непонятные конструкции, где раньше был бетонный завод. Мы все это разобрали. Проверили санитарное состояние карьеров у озера на улице Некрасова. Здесь видны печальные последствия отдыха горожан. Разбросанный мусор, бутылки, пластиковая посуда. Было принято решение провести здесь субботник. Наше любимое озеро на Некрасово, к сожалению, все в мусоре. Хотя там недавно проводили субботник, там был идеальный порядок, сам лично там все собирал. Но, к сожалению, люди за собой не забирают пакеты с отходами жизнедеятельности и отдыха. Поэтому в эту пятницу проведем там субботник, в том числе дорога, которая подъезжает, ведет к другим карьерам. Тоже проведем субботник, тоже наведем порядок и вокруг территории озера Стахановского. Там тоже будет все в чистоте. На центральной аллее городского парка продолжается работа по устройству песчаного и щебеночного оснований с применением геотекстиля. Одновременно с этим ремонтируется несколько радиальных лучей. Благоустройство выполняется в рамках государственной программы формирования современной комфортной городской среды. В течение августа подрядная организация должна завершить все мероприятия и установить модульный туалет. Планируем, что в течение августа подрядчик закончит все работы. И мы в сентябре, я очень надеюсь на это, что в первых числах сентября торжественно откроем парк после замены центральной части и некоторых лучей. На спортивной площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» глава поручил восстановить сетку на игровых элементах. Осмотрели городской бульвар, зону отдыха «Город сказок», подъездные пути к некоторым дворам. Также сегодня проехали, посмотрели, было обращение у нас по юго-западной. Там дорогу в ближайшее время тоже отсыпем из щебня. У нас есть небольшой запас и планируем эту работу в ближайшее время сделать. Сегодня также проехали, посмотрели, наведем порядок. Вот здесь за бывшим зданием училища подъезд к контейнерной площадке тоже защебеним. Сделаем так, чтобы туда можно было подъезжать не через лужи огромные, чтобы хотя бы эта дорога была уже в твердом основании и в щебне. В городе есть проблемное место. Это территория строительной площадки с фундаментом, где планировалось возведение дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дело в том, что застройщик признан банкротом. Мы расторгли договор аренды, через суд восстановили права. И вот в течение, наверное, начала августа будет решение суда, закрепленное в силе. И эта площадка будет обратно муниципалитету передана. Нам нужно понять, что делать дальше с этим фундаментом. Либо мы этот фундамент будем предлагать другим застройщикам, в крайнем случае. Либо если он будет никому не интересен, не выгоден как проект, то все разберем. Я думаю, что сделаем пешеходную зону с дорожками, с лавочками, с клумбами. Мне кажется, можно было бы это сделать, но это в том случае, если это место никому из застройщиков не понравится. Есть замечания по содержанию торговых объектов. Не все и не везде убирают свои территории. На улице Калинина подрядная организация устранила выявленные недостатки по итогам лабораторных испытаний, выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Есть незначительные замечания в части наличия мелкого мусора, дорожного смета, нескошной травы. Также были обнаружены неисправные элементы на детских игровых площадках. До конца недели необходимо выполнить поручения. Основные задачи на ближайшее время – поддерживать порядок в городе, до конца августа завершить комплексное благоустройство и начинать подготовку к осенне-зимнему периоду. В городе практически везде чисто, порядок. Очень нравится наш любимый Электрогорск. Есть места, которые необходимо убрать оперативно до конца недели. Например, мы сегодня были парковку у больницы, там очень грязно. Также мы сегодня были у магазина «Да». Подход со стороны Горького 1А тоже очень грязный, тоже до конца недели необходимо порядок навести. И очень много мусора у нашего озера Газбужья. Мы в пятницу проведем там субботник, и силами администрации тоже наведем там порядок, чтобы там была у нас чистота порядок. В городе продолжается комплексное благоустройство. Вчера провели встречу с жителями по адресу Ухтонская, 4А. Сегодня у нас встреча с жителями безымянная, 12. Также по улице Перелоком Самольска проводится комплексное благоустройство. И в ближайшее время приступим по улице Ленина, Ленина, 66. Вот эти адреса тоже комплексное благоустройство проводить во дворах. Есть вопросы к содержанию нашего вокзала и железнодорожной станции, также платформы 14 километров. Сейчас есть замечания в РЖД скинем. Но в целом относительно спокойная, хорошая обстановка. И в целом коммунальные службы абсолютно справляются со своими задачами. Но сегодня масса было поручений, которые необходимо всем исправить. Но я думаю, что они все справятся, все сделают. Наша главная задача – закончить комплексное благоустройство, содержать город в чистоте и готовиться уже потихоньку к зиме. Продолжение следует...